То есть художник, декоратор, это же не только человек, который вот картины пишет. Ну помимо мягких декораций, которые я уже говорил, кулисы, падуги, задники, ажуры, мы делаем еще и роспись, бутафории, допустим, те же какие-то горшки, подсвечники, еще что-то. Мы их тоже расписываем. Анатолий Меншиков главный из больших художников. Так в Уралопера балет называют команду из семи декораторов. В их руках оживают стены дворцов и целых улиц. Иногда декорации настолько масштабны, что мастеру приходится забираться на колосники, самую верхнюю часть сцены, чтобы увидеть нарисованный мир. В театр он пришел в 80-м, сразу после театрального института. И с тех пор ни разу не сомневался в своем выборе. Потом я уже узнал, что у нас есть, набираются в художном училище театральное декорационное отделение, вот именно художники театра. И я готовился, и мне удалось поступить. Это был 80-й год. Начал готовиться к этому усиленно. Конкурс был очень большой. Поступали тогда еще на общих основаниях, но это было уже на театральном декорационном отделении. Интерьеры домов Монтеки и Капулети стали его первой и, пожалуй, любимой работой в театре. Каким будет визуальный мир спектакля, решают постановщики. Задача художника-декоратора – найти тот самый чистый цвет. Ну вот это вот палитра называется, да? Здесь у нас краски все, которые нужны. Вот я их здесь смешиваю. Подбираю тот цвет, который вот есть на эскизе. Вот примерно такой сложный такой цвет получился. Он не совсем как бы чистый. Чтобы найденный чистый цвет не потуск и не потемнел со временем, на протяжении всей жизни спектакля художники-декораторы следят и, если нужно, добавляют красок. Сейчас Анатолий Меншиков и его команда трудятся над миром, в котором вот-вот начнут танцевать актеры балета «Дон Кихот». Сложность проекта в том, что это попытка возродить спектакль 1900 года по эскизам «Головина и Коровина». Нужно быть художником, чтобы чувствовать колорит, как передать. Порой бывает, что где-то маленькой кисти придется что-то, где-то, какой-то нюанс вести. Так, ну вы здесь видите разные кисти, валики. Почему они такие? Они разные. Вот это, допустим, средний размер. Есть большие кисти, есть поменьше. Видите, вот такие. Вот такая кисть. И хорошо делать большой мазок, сразу писать. А вот это? А вот это, как бы мы сделали сами. Это специально был какой-то спектакль, когда нужно было сделать фактуру. Значит, мы тоже берем на палитку, мыкаем краску, цвет, и уже, значит, где надо, там отпечатываем эту фактуру. Как называется эта кисть? Самоделка. Большой художник, большая ответственность. Даже если ты всегда в тени. Впрочем, об этом Анатолий Меншиков мечтал еще когда был ребенком. И, затаив дыхание, сидел на галерке любимого оперного. Всякий раз удивляясь, как картины оживают. И будто сами начинают танцевать. Спасибо за субтитры Алексею Дуборовск two. Продолжение следует...